Всем доброе утро! Опять начинаю с завтрака. Завтраку я одна, Денис спит. Ну и рано встаю. Время 8.15. В общем, у меня чай. Мой паштет застыл вчерашний. Смотрите, поставил в холодильнике. Вообще классная консистенция стала. Мажется прям хорошо. Я себе уже намазала бутерброд. Кекс вчера пекла, порезала сразу с шоколадом внутри. Варенье. Ну, в общем, такой завтрак. Денис, не знаю, что будет. Если будет что-то другое, то в холодильнике все есть. Ребята, у нас одна и та же программа. После завтрака идем на тропу. Стараемся ходить каждый день. Пока в отпуске. Денис сегодня в своих новых кроссовках. Вроде, говорит, удобно. Хотела ответить на вопрос про собачку. Многие, говорит, заведите собачку. Не, нам стеши хватает вполне. За ней смотрим. А еще за собачкой. Ну, нет, я просто не хочу. У нас... Если в плане там охранять двор, у нас вон соседская как раз возле нашего забора сидит. И когда она начинает тявкать ночью, очень долго и нудно, то Денис выглядывает, может быть, кто-то что-то там. Поэтому ее как раз и на нас хватает. У нас опять сегодня ветер такой сильный. Что-то мне в глаз попало. По-моему, тополиный пух. Что-то скучно? Да. Хотела еще сказать, что собака – это ответственность большая. Там, заведите кошку или собаку, это не знаю, как... У меня как раз везти ребенка. Это... Сколько она живет, собака лет 15? Это за ней надо смотреть, ухаживать, прививки, опять же, кормить как-то. Не просто так там щеночка завели, посадили на цепь и пусть сидит там. Вот. Поэтому нет. Не надо. Если в плане безопасности, то камеры поставить. Мы уже дома. Заезжали за фруктами. Яблоки взяли. Взяли нектарины. 200 рублей килограмм. Но пахнут нектаринами и мягкие. Это вот тот магазинчик, куда мы с вами заезжали. Я вам снимала. Там, не знаю, из Таджикистана, из леса Узбекистана люди возят. Вот. Черешня. Черешня классная. При нас открыли новую упаковку. Уже такая. Ну, в прошлый раз я ела вкусная была прям охота. Сейчас на мой буду есть. Вот такие красивые грецкие орехи. Тоже надо есть хотя бы по одному. Сначала грецкие, потом миндаль купим, лимон. Помидоры тоже пахнут прям безумно. Как будто свои уже домашние. Такие хорошие. Розовые они, а камеры красные передают. Хлеб, сметана. Все. А это нам дали в этом фруктам. Киоски, пастилу всегда в подарок дают. Мы заехали, докупили один рулон обоев, потому что нам не хватает 7. Не знаю, почему так посчитали. Мы сразу Денисом подумали, что где-то 8-9 уйдет. Может, даже 10. И вот этот седьмой рулон Денис поклеит. Возможно, даже еще придется один докупить, потому что коридор-то у нас огромный. Орехи раскрыли. Ну, как-то намешали их, что ли. Вот эти, смотрите, старые, там черные. А вот эти вот вкусные очень, светленькие. Хотя скорлупа у всех одинаковая такая светлая. Вот эти очень вкусные. В скорлупе намного вкуснее орехи. В общем, Денис опять принялся за обои. У нас почти все. Сейчас я вам покажу. Здесь какая красота стала. Здесь полностью оклеили вчера. Классно. Так, сегодня нужно помыть окно. Единственное, я не знаю, мыть или не мыть. У нас опять ужасный ветер. 18 метров в секунду. Все, деревья там все гнутся. Сегодня ужасный прям ветер. Не знаю, видно, не видно будет. Очень сильный. Трава, видите, что? Мы верлон обоев купили. Он доделывает. А я монтировала и забыла про яйца. Они, наверное, уже минут 40 варятся. Зато суперкрутые будут. Так, сейчас пойдем посмотрим. Низа делают. И буду убираться. Надо под полой помыть. Да ты их так убавил? Да. А они вообще не кипят. Они сварились, интересно, при таком кипении. Ладно, какие-то кипят с ним чаю. Сегодня будем варить с вами опять обед. Сегодня буду делать салаты с крабовых палочек. Они сейчас отойдут. В заморозке были. И будет самый обычный супчик. Нежирный, легкий. С фрикадельками. И с лапшичкой. Что ж, приступаем. Сейчас отложу себе фарш, который растаял. Не помню, какой это. Наверное, Ома давала, что ли. С ума гаяжей, может быть. Стеш, будешь фарш? Кс-кс-кс. На, мясо. На, на. Да, я кормлю Стешу сырым мясом. Я уже неоднократно говорила. И у нас все хорошо. У нас нет никаких прозитов, глистов и так далее. Хорошая шерсть. Она не лезет, не выпадает. Не скатывается. И считаю, что животным можно давать мясо. Хоть кто-то считает это по-другому. Кошка это хищник. И в природе они едят мышей. И считаю, что это нормально. У меня кошка не вегетарианка. Так, это все, что растаяло. А остальное все еще заморожено. Я, наверное, кину этот кусочек обратно в морозилку. Здесь у меня просто чисто крученое мясо. Нет даже лука. Поэтому я тру на терке луковицу. Все. Теперь все это перемешиваю. И буду выкладывать в ремотельки. Можно еще, конечно, это все обвалять в мукет. И это видео. Так, я начистила и порезала овощи, картофель порезала таким мелким кубиком, морковку крупно. Пережаривать я в этот суп ничего не буду. Лук забыла, кстати, сейчас лук еще порежу. Без пережарки будут. Фрикадельки готовы, сейчас буду закладывать. И у меня не оказалось домашней вообще, буду вермишельку вот такую поломаю и брать. Специи сейчас практически не кладу, но вот у меня вот такая приправа есть универсальная. Там только кусочки этих овощей. Чуть-чуть положу, потому что там есть корень сельдерея, ну тоже прямо пол чайной ложечки, не больше. Делаем, вкладываю фрикадельки. Потом у меня пойдет лук, тоже сразу, потому что я не люблю, когда лук в супе видно. Я люблю, чтобы он почти разварился, был вообще прозрачный. Или его вообще, чтобы не было видно. Фрикаделек, если будет много, то я сейчас их заморожу. В принципе, наверное, нет. Наверное, нормально. Я начала все крошить на крабовый салат. Вот яйца покрошила. И вспомнила, что кукурузы-то у меня нет. Вот знаете, у каждой женщины, наверное, даже если это квартира, вот у меня всегда был такой шкафчик, где у меня хранились запасы консервов. Тушенка, несколько банок кукурузы, гороха, что еще у меня там? Оливки были, шпроты, все, что там по акциям. Я покупала, и вот оно хранилось. Некоторые говорят, зачем все это надо? Сейчас, типа, такой век, он пошел в магазин и купил. Знаете, вот выручают такие запасы, вот как сейчас, например. Я собралась сделать салат, а у меня нету ничего. Кукурузы нету. И пришлось Деницу отвлекаться от работы и ехать. За кукурузу, потому что салат хочется на обед поесть. Вот. Так что пока у меня еще... Кладовка-то у меня есть уже, а накупить ничего я не успела. Надо этим заняться. Где по акции увижу, скупать вот такие баночки. Они же хранятся долго. Их даже можно не в холодильнике хранить. Особенно перед Новым годом хозяйки всегда набирают. Я помню, тоже такая была мини-кладовка. Вот сколько мне Денис привез. Одну банку я уже высыпала сюда. Еще говорят, а это что, все кукурузы? Я же горошек еще брала. Я говорю, нет кукурузы. Хотела горошек взять. Горошек у нас есть в холодильнике. Одна банка. Ничего докупим. Все готово. В общем, я крабовый салат уже не снимала. Все знают, как его делать. У меня здесь капуста, огурец, зеленый лук, яйцо, крабовые палочки, кукуруза. Все, по-моему. Я все сразу заправлять не буду. И суп мой тоже готов. Сейчас вам покажу, что получилось. Ну что, у меня в руках мой универсальный порошок пятновыводителя от Изи Клин. А это значит, что мы сейчас с вами будем что-нибудь выводить. Универсальный, без хлора, не вызывает аллергию, для детских вещей тоже подходит. У меня тут, знаете, уже что-то осталось. Я заказала свою реснюю, что все никак не придет. Показывала вам недавно свою овощечистку. Очень много было откликов. Сказали, что у них точно такие же есть. Значит, мы не одни, кому она нравится. Но она у нас вот в таком состоянии. И когда я ее показала, мне даже женщина написала, у вас же есть порошок. Я свою как раз очистила вот таким порошком пятновыводителем. Просто положите ее, и она у вас будет как новая. Я хочу попробовать действительно. Видите, она какая-то все равно вся уже от времени. Грязная и некрасивая. Еще вот такая штука, в которой мы завариваем чай. Она тоже вся пожелтевшая от чая. Еще вот на фоне желтой столешницы не так видно. А вот если куда-то к белому приложить, подавать, она вообще вся полностью желтая. Но это чайный налет. В общем, хочу почистить ее вот здесь вот видно. Также, заодно, хочу попробовать почистить раковину. Видите, наверное, видите, вам видно, скорее всего, пятна. Вот, видите, вот это уже темные пятна, которые нужно оттирать. Вот здесь налет, на крышке налет. Ну, я прям все закрою здесь и постараюсь отмыть. И еще у меня вот такая щетка есть. Недавно Денис ей что-то тер, я вообще не знаю, что. Она из белой превратилась в ужасную. Просто я ее хочу тоже вот замочить прямо здесь же. И вот это тоже прямо здесь же замочу. Сейчас закрою вот так. Наливу сюда кипятка и порошка. Пусть отмачивается и ванная. Достаю порошок из пачки вот так насыпаю. Напомню, что вода для отбеливания должна быть 90-100 градусов. То есть, практически кипящий или только что скипевший чайник. В другой воде он так действовать не будет. Где-то час. Пришло время достать все это. Тут, я думаю, без лишних слов. Все понятно. Отмылось идеально. Это меня уж больно беспокоит. Ну, тут тоже все хорошо. Сейчас еще сполосну все под проточной водой. Отмылось немножко желтиной где-то внутри ей. Сейчас я под проточной водой сполосну, потому что это может быть просто жир. Чуть не забыла показать самое главное, ради чего я вообще все это задумала. Это раковина. Вот такая она идеально чистая стала. Ей тереть ничего не нужно. Она вообще сама по себе очень удачная у нас расцветка. Она мало пачкается. Не видно грязь. Ну, и вот так вот можно отмыть. Вообще ничем не тереть. Я раньше в той квартире заливала белизну гель. Заливала, это растирала, держала несколько минут, потом смывала. А здесь даже можно и не тереть, и просто из чайника воды налить, порошок кинуть и все. И еще после того, как я все очистила, Денис удивился и спросила, может быть тогда это все очистит и мой термос, который он уже несколько раз пытался всякими разными способами в интернете читал. И лимонную кислоту заливал. И что только не заливал. В итоге у него термос так и остался вот такой грязный, как я вам показала. Я говорю, хорошо, давай попробуем. В общем, я также по ложечке, наверное, средство изиклин положила туда в термос и залила кипятком. Закрыла термос, и он у меня постоял, знаете, ну минут 10-15, не больше. И вот такой результат. В принципе, когда пошла реакция, мне кажется, сразу налет отмылся. Даже можно было этот термос не держать закрытым. Ссылочку на этот порошок, отбеливатель, я вам оставлю в описании под видео. Тебе нельзя уши чистить ватными палочками, что мы тебе все уши уже проткнули. Ты глухая, глухой, слепой котенок-инвалид. Глухой, слепой. Всего котенка мы неправильно все делаем. И уши чистим коту неправильно, написали. Неправильно чистите уши, неправильно палочками. Безалаберно поступаете. Кота своего не любите. Совершенно не любим мы кота. А кот, мы тебя не любим. И ты нас не любишь, да? Как-то травмировали ей уши. Ей 7 лет, мы все 7 лет чистим уши. Она бы уже давно у нас была глубоким инвалидом. Ничего не слышала и не видела. Она просто у нас грязнули, и сама ушки не чистит. Абсолютно не чистит. Она умываться-то не каждый день умывается. А уши вообще не чистит. Поэтому приходится чистить. Никаких у нее клещей там нет. Потому что, когда мы ее котенком взяли, у нее был клещ. И я знаю, что это такое. Мы с ним долгое время боремся. И он у нас периодически в квартире появлялся. И мы капли-капли. И сейчас обрабатываем ей уши. И мы тоже знаем, как это делать. Поэтому спасибо вам, конечно, за беспокойство и советы. Но мы в курсе, как все правильно сделать. Так, чтобы не навредить. А у нас хочешь или чай? Ну, сейчас ты доклеишь, пойдем. Чуть-чуть посидим. А ты кушать будешь? По полю, но сейчас, часов 6. Денис тут доклеивает. У него, конечно, в этот раз вышел кружок кройки шитья. Он тут с кусочка все вырезает. Ну, и с кусочка зачем-то здесь просто снимал? Ну, тут там просто, да, там окно тяжело. Потом вот эта вот батарея везде надо было снять. Вырезать маленькие где-то что-то. И чтобы не тратить целиковые обои. У нас осталась вот эта стена. И здесь надо, как Денис сказала, проштрадить. Там один сетильник у нас не работает полностью. С той стороны был. Провод какой-то пустить он хочет. И вот здесь два полотна, и все. Ну, кусочки так тоже. Ну, так, в принципе, почти все. Ну, так, в принципе. Ой, опять что-то вывалилось. Что-то вывалилось из-за кошка. Медрик. Опять вылазишь? А? Опять вылазишь? А, ну тут же не... Какая разница? Тут же не далеко. С улицы не судьба? Ты же сказал, смотри, только вылазишь. Я оттуда помыла. Я хотела еще вот... Я тебе сейчас полезу туда. Ну, что? Потом вылезу со стремянки с улицы. Почистим нас не надо. Сейчас не лезь туда. Там что-то вывалилось просто. Такая же белая штучка. А там уже не надо их трогать, что-то из-за стороны. А они как едят на собках едят. Я здесь его голода сама. Что за дом? У нас все на соплях. Да там наоборот они какие-то. Я не знаю, как они его забиваем. Их просто стали. А там ножки эти отваливаются. И его чуть заденьешь. А, поймешь, что за дом? Все на соплях. Все на соплях. Да, котенок? Вот у котенка дом. Дом так дом. У него деревянный дом. Да, котенок? А у вас, скажи, кирпичные все на соплях. В общем, у меня навернулся компьютер. Не знаю, будет там перерыв между видео или нет. Если будет, то вот знаете, что из-за этого. Ну, он перестал работать несколько раз. Он меня прекращал. Я кое-как смонтировала один влог. А потом его разобрал. Во-первых, там было много пыли. Во-вторых, сломался какой-то вентилятор. В-третьих, какая-то термопаста засохла. И вообще, он у нас очень и очень старый. Там, когда мы сегодня спрашивали, консультировались в магазине, они даже смеялись. Говорят, это вообще у вас древнейший. Так вообще монтировать видео можете. Прошлый век, да. Они еще сказали, как вы вообще на нем видео монтируете. Это вообще нереально невозможно. Он в таком древнем. Ну, а новый системник, чтобы собрать... Нет, собрать-то можно. Как бы корпус все вот это оставить. Только что заменить? Материнскую плату. Материнку, процессы где-то каждый. Да, это стоит где-то 35 тысяч. Но это тоже на данный момент торговато. Поэтому... Нет, там есть системник готовый. Стоит на пятом процессоре. Блокшный. Ну, 19 тысяч, в принципе. Ну, нормально, я думаю. Ну, в общем, это... Ударило? Нет, вентилятор. Проверяю больше. В общем, Денис, купили на разборке вентилятор новый, почистили. Хотим попробовать. Может быть, он заработает. Может, еще на флажде. Может, не уходит в просяник, я не знаю. В общем, посмотрим. Если смогу работать, значит, видео будет выходить. Если нет, значит, пока нет. Мы будем что-то придумывать. Хорошо? Хорошо, не знаю. На природе, да? Особенно круто. Ветрыщий сегодня, кошмар. Смотрите, все, не знаю. Чего зато? Лишь бы какой-нибудь аномалии не было? Смеялись, он говорит, сейчас шиферу несет. Я говорю, а вон в окошке уже смотрю, несет что-то. А там лист от поликарбоната вот так понесло туда за эти... За деревья. Мы сейчас смеялись. Говорит, может, так натеплится, мы собираем? Сейчас пойдем поищем. Уже один везде, а то уж не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok